Привет, я буду... Подожди, можно облизнуть твою руку? После вашего расставания с Ритой. Пришел так чисто поугарать. Хорошо, а сейчас у нее появился этот мальчик Федя. Пошла в жопу. Я бы очень хотел поговорить с тобой о дочке твоей. Посмотреть, какой начнется срач в комментах. С этим человеком я уже только что в гримёрке поговорил про, например, самый суицидальный. Суицидальный. С этим человеком в гримёрке я только что уже поговорил самым суицидальным, блядь, иди ты в жопу, понятно? Сегодня у меня в гостях певец, автор-исполнитель, танцовщик, продюсер, все в одном, Влад Соколовский. Встречайте, пожалуйста, не виделись. Да, привет, всем привет. Итак, поехали. Ну что, я клево смотрюсь, волосы. Я отращивал их везде. Старался никогда не палиться с этим. Ты никуда, теперь от них мне не деться. А мы бухали и тут я подписал контракт. Расскажи, пожалуйста, еще раз нам всем про самый суицидальный день. Господи, что ты за это так уцепился? Мне кажется, что как будто тебе эта тема близка. Не просто типа вроде как признано, что вторник это самый суицидальный день. Потому что люди гуляют в субботу-воскресенье, там в пятницу. В воскресенье им плохо, в понедельник им еще хуже, потому что они идут на работу. Эндорфины падают и у них просто такая серотониновая яма происходит. Мне, по-моему, об этом давным-давно рассказала моя бывшая жена. У нас сегодня первый напиток. Я сегодня решил, что первый напиток будет на текиле. Текила, на самом деле, это реально один из самых веселых напитков. Если вы хотите прямо джагить, то нужно выбирать текилу. Тогда, возможно, вы ничего не вспомните. Итак, я тебе предлагаю три варианта. Ты можешь выбрать себе три или один из них, это употребление текилы. Классический вид, немецкий вид и я его называю диско-диско. Да давай диско-диско, это весело звучит, прикольно. А для зрителей я поясню. Классический, это когда вы пьете текилу с лаймом и солью. Второй, это немецкий вариант, в основном пьют в Германии, это апельсин и корица. И третий вариант, это диско-диско, я это называю. На самом деле, это текила бум классическая, это спрайт и сразу бьет в голову. Поехали. Ты знаешь, как делается текила бум? Ну да. Это очень много воды, но вот так вот, пошли. Поехали, раз, два, три. Я запутался, видите. А он профессионал, смотрите. Если что, если тебе захочется еще пару вариантов попробовать, то я всегда... Ничего не хочется. Хорошо. Ты блогер, ты уже сколько, лет восемь снимаешь? Я то снимал, то не снимал. Ты прям профессиональный блогер. Я блогер, не в классическом представлении, потому что блогер занимается этим, они этим живут. Я одно время этим жил, потом многие знают, что произошло. Я потом как бы перестал это делать, потому что это действительно был такой проект. Я им занимался, очень много времени на это убивал. Это пошло из инстаграма, это были просто короткие видосы. Это именно твое желание, знаешь, делиться с людьми. Да, на самом деле я всегда преследовал цель того, что общаться нужно вот как с друзьями. То есть не надо играть в какую-то звездность. Так тебя воспримут как бы максимально адекватно и смогут найти с тобой общий язык. В общем-то это и сработало. Так, давай тогда сделаем по-немецки. А это в зале твоя аудитория, да? Ну, люди твои подписчики. Это проплаченная массовка? Ты прикалываешься, да я каждого в лицо знаю. Тут есть большинство, которые вообще часто ходят. Не, ну если платят, чего не ходить, конечно. Это у вас там шоу-бизнесе другое. У нас. Я не на музе, знаете ли, концерты даю. Тема была позже, но я, например, в свое время отказывался очень часто, когда начинал вот про юзский центр и так далее, работать с музыкой. Именно по этой причине, что мне всю жизнь казалось, что сегодня мы говорим про 2020. Вот есть Муз ТВ, есть РУ ТВ. И они говорят тебе, что делать, и это очень сложно мне воспринимать, когда я должен быть проводником между артистом, то есть творческой единицей, которая хочет создавать какой-то контент и объяснить ему. Нет, то, что ты сделал, это говно. Тебе нужно сделать это коммерческие, попсовые и так далее. И поэтому я супер никогда не хотел в это влазить. А в ютюбе-то мы просто делаем, нравится, не нравится. И в этом плане, почему я отходил, потому что есть много очень талантливых людей, там та же, я обожаю Тайока. Как сейчас это обстоит дело в 2020? Ты вынужден вот между этих всех огней полей прыгать? На самом деле у меня как-то уже все выстроилось за эти 13 лет, 9 из которых я без продюсеров. Я никому ничего не доказываю. Я всегда делаю работу, я их сейчас делаю исключительно по своему вкусу. Я просто отправляю и мне просто честно отвечают. Да или нет. Сейчас после того, что случилось, тебе что отвечают? Если брать вот эти вот полтора года назад, то именно на медиа никак ничего не повлияло, потому что руководящие должности занимают взрослые люди. Одни и те же всегда. Да, которые понимают, что есть жизнь, есть разные ситуации и есть при этом творческий путь одного и другого артиста. И они вот не смешивают эти вопросы. То есть ты абсолютно убежден, что если тебе отказывают сейчас по творчеству, а не по тому, что было? Исключительно, а это так и есть, как бы это вкусовщина. У них есть цифры и то, что они тебе в чем-то отказывают, это не потому что ты плохой или они козлы. У них так, ты либо как бы подстраиваешься, вообще входишь в их категорию, либо нет. После того, что случилось, мы как Валандеморт, знаете, имя, которое нельзя называть. После вашего расставания с публичного, с Ритой, мне лично кажется, что твое творчество выиграло. Это отвратительно то, что я говорю. Я понимаю, что это очень тяжело было на тебя сказалось и на Риту, и на вашу семью, на Мил. Но блин, то, что ты делаешь в последнее время, изгой, очень крутой клип. Тебе самому не кажется, что действительно ты вырос в творчестве благодаря тому, что случилась вот эта травма? Самое плохое, что произошло в моей жизни, на самом деле, это самый лучший пендаль, который действительно дал мне очень многое вообще в жизни понять. Потому что я в момент лишился, можно сказать, всего. То есть это и личная, это и работа, это и многие люди из окружения, очень много всего. Я, например, четыре месяца сидел вообще без работы. То есть у меня не было ни одного заказа, ничего как бы вообще. Слетели все предзаказы, то есть была полная, на самом деле, задница. У меня было два варианта. Провести время так, но не так весело, как у нас с тобой, а просто реально уйти в штопор. Я выбрал пересмотреть полностью всю свою жизнь, все свои поступки и конкретно работать. Просто стал прокачивать себя. Я стал дохера читать, я изолировался от всех тусовок, общения, ушел в себя, ушел в литературу. Какой ты совет дашь в первые минуты, часы, дни людям, которые оказались в такой ситуации или хуже? Слушай, там столько говна лезет в голову. То есть вот прямо самого страшного типа решения. Твоих проблем очень важно максимально быть в осознанном состоянии. Не бухать, не употреблять ни в коем случае, потому что люди скатываются в это и начинается полный пиздец. То есть доходит до твоих любимых суицидов. Поэтому ни в коем случае. Любимые суициды, видимо такой трек должен быть. Петенький, поскольку. Вот, поэтому есть люди, которые говорят, пойдем, я буду сейчас тебя набухивать, я буду сейчас тебя отвлекать. Нет. Должны быть люди, которые тебя поддержат иначе. Должно быть рядом все равно люди. Должно поддерживать. Мне звонили, например, родители. Да кто их сын? Понятно, в смысле, блин. Слушай, сын не сын, разные бывают отношения. Они со мной могли разговаривать четыре часа по телефону, пока у меня не сядет трубка. Потому что я как бы вот так вот сидел и думал, блять. Для тебя стали родителями те люди. Они меня конкретно очень поддержали. Это было невероятно. И эта ситуация вообще нас всех очень сильно сблизила. То есть одно дело, когда мы в контексте веселья с тобой выпиваем, отдыхаем. Это все классно. Короче, все это к чему? К тому, что алкоголь всегда хорош, когда вам весело и хочется жить. Да, абсолютно точно. И всегда плохо, когда тебе плохо. Поэтому Петя любит выпить, но Петя не любит. Просто алкоголь – это умножение любого состояния. Плохого или хорошего. Неважно. У нас состояние сегодня хорошее. На самом деле не хотела так начинать. Но давай. Есть за что выпить. Давай уйдем из этого состояния. Есть за что выпить. Вот, тоже хорошая идея экстези. Давай выпьем за то, чтобы что? Да чтобы все. Согласен. И сейчас у нас рубрика У тебя в комментариях под видео есть иностранцы, не только русские люди. Я буду тебе называть комментарии реально под твоим видео на иностранном языке. А ты будешь говорить, плохой это комментарий или хороший. Очень хорошо. Думаешь хороший комментарий? Вообще звучит охуенно. Правильно, это хороший комментарий. Прикольно, молодец, коммент. Фонетический прям как-то так, да. Это коммент под клипом «Сотри меня». Яков, жди срачки. А, я жду срачки, да? Типа я сюда пришла посмотреть, какой начнется срач в комментах. Ты должен сказать хороший комментарий? Плохой, но человек пришел так чисто поугарать. Да, это означает, как всегда, говно. Это плохой комментарий, ты снова выигрываешь. Пошла в жопу. Я думаю, что, ну пусть хороший. Ты конечно хороший, это с киргизского. Тебе такая стрижка очень идиот. Спасибо. Вот и от. Вот и от, знаешь как идиот. Вот и от. Плохой. Нет, это хороший по казахскому огонь, огонь, типа жара. Казахстан, ребятки. Любят тебя в Казахстане. Я обожаю Казахстан. Мачечка си малевал. Кого мачечкой назвал? Я только не знаю. Малевал. Или малевал. Извините, пожалуйста, я же не знаю эти языки. Я просто такой придумал говно какое-то. Хорошее. Нет, пиздюк ты маляванный. Вот что говорят словаки про тебя, Влад. Похуй. Да, конечно, похуй. Но в итоге ты выиграл, получается. И раз ты выиграл, нам нужно выпить. Теперь показываем классический способ, потому что не все знают, как правильно пить текилу вообще в принципе. Рука. Раз. Оп. Два. Стоп. И лайм в руку. Давайте. Раз. Лежем. Пьем. Кусаем. Я бы очень хотел поговорить с тобой о дочке твоей. Во-первых, у тебя на последнем альбоме выходила песня Папа я или Папайя. Папайя, да. Ты меньше Сэма, но больше чем все в этом мире. Ты моя миа, стихия моя. Плюс ребенка у тебя уже два с половиной года, а ты с трех лет на сцене. И что, есть планы у вас с ритой? У нас наблюдательная очень такая позиция, как родители, потому что мы, наверное, с какой-то точки зрения в это во все рано заходили, потому что надо было как бы пробиваться. У нее такой задачи, как таковой, не стоит, потому что за ее рождением наблюдало огромное количество людей. Если она захочет когда-нибудь иметь к чему-то подобному, вообще к медийному, какое-то отношение, быть певицей, блогером, актрисой, кем она захочет. У нее есть хороший базис для того, чтобы это делать. И есть родители, которые в этом шарят. Если она захочет пойти в какую-то совершенно другую историю. То есть мы, короче, не те родители, которые свои амбиции будут через ребенка пропускать. То есть нет, мы вообще считаем, что это прям херовая тема. Я очень плохо к этому отношусь. Как ты херовый? Ты сам в этой ситуации. Зато ты сейчас профессионал. Я не в этой ситуации. Я с детства очень сильно любил это. Я всегда мечтал иметь отношение конкретно к музыке. То есть, если бы я хотел заниматься чем-то другим, у меня такие родители, которые просто бы сказали... Только в три года принял решение выйти на сцену. Я так любил сцену. Меня с нее можно было просто вот так вот отдирать. Многие, ну, так почему-то для себя какую-то галочку поставили, что типа у меня было начало, когда мне было 16 лет и я был на фабрике звезд. Ближе солнце, ближе еще. Мне не жарко, мне горячо. Нифига, я к тому времени знал всех артистов. Я выступал в папиной группе три года. Я выступал в балете Тодос. Быстренький вопрос, он совершенно не касается ничего. Ты с Киркором общаешься все еще с трех лет? Да, да. На самом деле, Филипп для меня это супер близкий человек, как будто крестный папа. Он был у нас на свадьбе. Он очень трогательный на самом деле. Человек, он такие вот моменты не пропускает. Он плакал. Это как бы очень круто. Я даже не удивлен. Да, это очень душевно. Давай на рецепт перейдем. Короче, сегодня, блин, классический рецепт текилы санрайз. Сегодня мы решили, да, уйти в эту историю. Все на текиле. Гренадин, апельсиновый сок, текила. Это моя страсть. Я с детства обожаю гренадина. Его добавляли, короче, в милкшейки. Господи, знал бы ты мое детство. Гренадин с детства моя любовь, ребят. Обожаю. В Тюмени. Гренадина жопой жуй. Ой, братан. Бывали мы в Тюмени, так что не надо. Не прибедняйтесь. Камон, блин. Мы полностью забиваем бокалы. 50 миллилитров текилы. По 10 миллилитров гренадина. И добиваем это все апельсиновым соком. По классике это должно быть 150 миллилитров. Ну что? Все, просто пьем. Что? У нас там давайте. Давай за детство. Мы сейчас про детство говорили. А, крутое. Ты сейчас часто общаетесь с Мией? Потому что, я так понимаю, у вас какой-то тайминг. Как это происходит? Нет, у нас вообще никакого тайминга. У нас супер все friendly. Через день, через два я стараюсь приезжать. Я сейчас живу пока за городом. А как только переберутся в город, я думаю, что можно еще чаще это делать. В этом плане вы оба молодцы. И ты, и Рита именно, что вы смогли договориться. Потому что ребенок важнее всего. Как часто родители общаются твои с Мией? Родители реже видят, чем я. Но приезжают часто достаточно все равно видится. Сейчас уже скоро начнем забирать к себе. Потому что, ну, она уже все-таки вырастает два с половиной. Вот я думаю, что с трех лет уже будем в более свободном ключе в принципе. А чем она сейчас занимается ребенком? Ну, в смысле, что вот ее увлекает? Она невероятная абсолютно шмоточница. Хамон, так у вас модель растет. Чувак, у нас бьерк растет. А, такое? То есть, ей вообще по барабану. То есть, ты ее никогда не заставишь ничего надеть. Мы даем полностью в этом плане проявлять себя. Она открывает шкаф. Она сама как бы все это раскидывает, выбирает. Мы с Ритой делаем так. Как бы, ну, классно, это все равно очень прикольно. Насколько я знаю, то, что я сейчас читаю, потому что я читаю очень много антропологии. Основная мысль ребенку до, не помню какого возраста, предположим, пять-шесть лет, вообще надо давать свободу во всем. Что хочет, то и делает. На другом языке заговорили. Сейчас все будет. Какой у нас сейчас будет? А ты хочешь на шото перейти? Так давай коктейль. Давай шото. Давай шото. Ну, шото веселей. Да с удовольствием. Диско-диско делаем? Ну, диско-диско это килобум, это просто я так называю. Второй круг уже. Бодрей! Более профессионально. Погнали. Да, кстати, покруче. Скажи, пожалуйста, я просто видел у Риты видео, вот мой бывший муж первый раз пришел на концерт, потом вот еще раз и мы начали уже наконец-то каким-то образом общаться вне работы. Это, наверное, было просто каким-то бум именно для аудитории или там тех людей, которые были непосредственно на концерте. Потому что вне этого мы с Ритой общаемся. А поддержка есть все равно? Мы просто дружим очень хорошо с ней. Хорошо, а сейчас у нее появился этот мальчик Федя. Да. И ты как это воспринимаешь? Я дружу с Федей. Я Федю знаю. Да? Да. Это круто. Есть какая-то картина, которую видит аудитория там вверх айсберга. Есть какой-то внутренний фронт. То есть мы общаемся. Мы уже давным-давно поняли, что у нас есть ради чего, естественно, это все делать. Когда мы не общались, мы оба находились в каком-то, назовем своими словами, разъебе. Когда мы дружим, все гармонично складывается и все очень хорошо. Есть первый слой, в котором находится вот этот весь там трэш, какие-то обиды и так далее. Есть что-то глубже. Вот мы постарались пойти туда, потому что на самом деле глобально мы как люди друг друга безумно любим. Что нужно делать для этого? Нужно двоим всегда очень-очень много разговаривать и допускать возможность этого разговора. Нужно быть максимально открытыми, честными и беречь друг друга. Хорошо, сейчас, чтобы немножечко расслабиться, так скажем. Рубрика рекламная пауза. В детстве ты рекламировал йогурт Рыжий Ап. Это очень известная история, очень известная реклама. Я пел песню Рыжий Ап. Ну давай, давай. Ту самую песню. Давай, давай, давай. Да, я пел песню Рыжий Ап. Рыжий Куала, который был, придумал вообще мой папа. Создавали этот бренд. Была песня. От чего все пошло. Мы купили у Володи Сайко, кстати, огромное ему приветище. Когда-то делал треки для отпитых мошенников. И мы купили у него песню, которую, кстати, должна была исполнять эта группа. Мой папа услышал ее каким-то краем уха на студии. Пришел, говорит, слушай, у меня малой ему там 10 лет. Давай мы выкупим этот трек. Купили трек и пошла, короче, идея сделать такого персонажа. И он его прям рисовал, показывал, как это будет. Поэтому вот этот вот персонаж, которого все полюбили, это вот батю респект. Ваша семья, как выяснилось, очень хорошо справилась с рекламой Рыжего Апа. Я буду тебе давать разные штуки. Начнем с легкого. А ты должен будешь их классно пререкламировать. А мы будем петь? Как бы это сделал в инстаграме. Будем, будем. Пошла первая штука. На ваших глазах появляется мураш. Нет, нет, не делай это, не делай это. Лучшая реклама это практика. У меня костюм в аренду, я сейчас тут. Пожалуйста, крупный кадр сюда, потому что там может стать мокро. Смотрите за его глазами. Что может быть лучше, чем такая реклама? Покупайте мураш. Следующий продукт, который нужно пререкламировать у тебя в инстаграме. Если ты думаешь, что после съемки я не возьму это домой, ты ошибаешься, дружище. Если только я это не возьму к себе домой. Прикинь. Это же охуенно. Если в пять утра, когда ты бежишь буквально к толчку, твои глаза прикрыты и ты на ощупь щупаешь стену для того, чтобы дойти до белого друга. И вот зима. Плохо топят. Ты в Тюмени. Да-да-да. Присаживаешься и тут Холодно. Чтоб так не было. Друзья, берите этот чудо стульчак. Он вам поможет. Супер. И ваша жопа будет в тепле. Это перчатка. В ней вот такая вот дырочка. Вот так ты эту перчаточку надеваешь. И получается, да не то что вы думали, это для банки пивной. Господи, когда тебе холодно на морозе, ты ставишь туда пивную банку. Как так можно? Нет, только в странную банку. Вот. Но реклами… Зима, холода. За счет вообще класс. Идем дальше. Это одна из самых странных штуковин, которых я видел в своей жизни. Давай хотя бы сначала догадайся. Потому что я, когда мне показали, я охерел. Это слюнявчик? У моей дочки есть вот с одной стороны вот такая штука. Лицо. Нет, тут вот так вот это надевается. И она кушает. И если что-то падает, то туда. У тебя, кстати, милые догадки. У меня были более пошлые. Просто это подставка под крышку. И, ну, типа большую ложку, когда ты готовишь суп. И это реально… Да ладно? Вот смотри. Подставка под ложку и крышку. Вы видели, когда они более ненужные вещи. Вот так. Как ты это будешь рекламировать? Ну, это какая-то драчня просто. Прекрасный вариант. Хорошо, идем дальше. Бараньи ножки. Это реальные ножки. Крем-пис, прости. Знаешь, я люблю готовить. У меня одно из там коронных блюд – это плов. И в плове используется обязательно курдюк. На самом деле, если так принюхаться… О, бля… Косточки дают самый классный бульон. Поэтому, когда вы готовите плов, вы наливаете туда масло. Подожди, ты неправильно рекламируешь продукт. Это ножки для собак. Курдюк, я готовлю плов с этим, чтобы не мешать мне. Бля… Главное – продать. Все, я понял. Наливаете масло, кидаете курдюк и потом эту косточку. Все. Она даст бульон, ваши гости будут в восторге. В особенности, если они собаки. Супер, давай закончим собачью тему. У меня есть ошейник для собак. На самом деле, я его использую по-другому, но не буду говорить, как. Когда ты разговариваешь, он бьет током. Соответственно, когда собака начинает лаять, то это бьет ток. Ужасная вещь. Это мой личный инвентарь. В разных историях вы не думаете… Не надо его наживать, я и правда даже не пробовал это никогда. Это твоя шея? Нет, это я купил и охренел, что так издевается над собаками. Но ты хочешь его надеть? Это аморально рекламировать эту вещь. Но для секса подойдет. Мы пить будем, нет? Не, мы просто не пили уже минут 15. Это странно, потому что Петя любит выпить. Придумали тоже название. Он даже не пьет, долбоеб. Стоит и что-то ведет какую-то свою говененькую программу. Круг два. Мы прямо четенько идем, да? Да, у нас все готово. Класс, класс. Ты, кстати, корейцу любишь? Я вообще обожаю корейцу. Давай, поехали. Как ты думаешь, институт репутации в России другой, нежели в других странах? Как заговорил? Например, да нет, я пьяный просто. Вот, например, давайте вспомним Ксению Анатольевну. Это ж только в нашей стране такое может быть. Чтобы из дома два. Да я тебя обниму. Чтобы из дома два. Чтобы из дома два человек вышел в президенты. Мы в России. Да, как ты думаешь, у нас вообще есть этот институт репутации? Возможно ли у нас настолько сильно менять образы? Года через два-три это вообще все никто не вспомнит у нас в стране, все что происходило. Конечно, потому что сейчас другое мышление совершенно. Да не сейчас. В Америке все все помнят. Понимаешь, Кевина Спейси за какой год там. Слушай, Арнольд Шварценеггер стал губернатором. Ну, как бы такая тенденция, есть к людям кредит доверия и за этим идут, на это делают ставку. Я просто тому, что репутацию можно поменять вот так вот. То есть время пройдет, наши забудут и все будет хорошо. По-разному. Есть специальные люди, которые занимаются этим на каком-то высоком уровне. Их нанимают, они это все меняют для политиков, для артистов. Люди знают, как массы думают и с этим манипулируют. Что, в смысле, ты думаешь, что за Собчак стоят люди, которые манипулируют массами? Да. Однозначно. Нет. Ты говоришь, что она сама такой человек? Ну, она сама такой человек. У каждого такого человека есть своя команда доверенных специалистов. Так что не все она одна тащит, однозначно. Очень много девчонок, которые смотрят сейчас шоу, думают, а Влад одинок? И свободен ли он к отношению? Может быть, мы сейчас сможем ему написать, дописаться, найти его в клубе? Найти в клубе меня не получится. Так открыт ли ты к отношениям? Что-нибудь происходит у тебя? Ты уже все, уже можно как бы начинать всю эту историю? Слушай, всех все идет дальше и, естественно, не знаю, у меня за этот период были отношения два раза. Я бы как-то пришел сейчас к такой позиции, максимально комфортной для меня. Я реально держу это все вот так вот в закрытом состоянии. Я понял, что происходит. Сейчас он свободен. Пишите, пожалуйста, ему. Мы пить будем, нет? Поехали. Я просто так получилось знаю тебя и знаю, что у тебя очень много татуировок. Ну, в смысле, у меня вот одна, ты видела ее? Все знают ее здесь. Да, это пиздец. Виджей Чак мне набил на шоу «Петя любит выпить» несколько выпуск назад. Петя бьет первую татуировку в своей жизни. Лучше бы все написал. Петя любит выпить и дрочнуть. Ты сделал какую-то татуировку в связи с тем, что произошло с тобой два года и что у тебя? Есть одна татуировка, она вот здесь у меня за ухом. Ты ее сделал после этого? Я ее сделал через три месяца. Да. И она у меня уходит аж вот до сюда. На самом деле это такая линия, черта, которую поделила на до и после. Вот такое имеет значение и обозначение. Ну что, бухнем, наверное, сначала, потом будет рубрика. Ну давай. Поехали. Итак, следующая рубрика. Подожди, можно облизнуть твою руку? Ладно. Итак, следующая рубрика. Танцуй, Влад, танцуй. Короче, что тебе нужно сделать? Сейчас будет выходить... Истерику прикрыть. Сейчас я буду вызывать людей просто вот так вот из головы. Я вот не знаю, кто вытекнул. Он вызывает людей из головы. Будет выходить сейчас один из людей из зрительного зала, с которыми я до начала эфира договорился показать некое движение. Ты должен их повторить. Первым выходит Арина. Это не профчеловек. Ты запомнил? Окей, теперь идет репитинг. Я не знаю, что надо делать. Я всегда знал, что он профессиональный танцовщик, а не вот этот вот ваш танцор. Да идите в жопу. Ну ладно, нет. Следующий человек из зрительного зала, который вызываю, зовут Галя. Только не тверк, я тебя умоляю. А вот это моя музыка стоит. Да? Это моя музыка. Вот понимаете? Я не понимаю, почему тишина. Я в ахере просто. Я бы просто пукнул, если бы мне дали задание такое. Нет. Жора с тверком, давайте, Жора. Это просто гениально. Жор, спасибо тебе огромное, честно. Тверк, блять, ты молодец, ты герой. Давай лицом к нам жопой в кадр, пожалуйста. Первый раз в жизни это делает, чувак. Поехали. Блять. Нет, просто за смелость. Что, жопа? Тверк, блять. Да похуй, какой тверк. Серьезно? Да, да блин, человек пришел, просто гости было. Я понятия не имею, какими там мышцами двигаться, поэтому едите задницу. Я вот такой. Хорошо. Все. Проебался ты, конечно, жестко, блять. Оставим жопу в семье. Да блин, человек даже не танцует. А ты не смог повторить тверк. Ну, такой тверк хуй повторишь. Ты на что его вообще подписал? Я не знаю, как это делать. Я даже не понимаю, какие мышцы должны работать. Я бальник, у меня ча-ча-ча. Он говорил, что он не знал. Да я не знаю. Это без комплексов. Слоу. Квик-квик-квик. Слоу. Все, что... Это нет. Ну это не то, это надо же на другие. Ну не важно, господи. Сима. То, что она покажет, для тебя должно быть сюрпризом. Подожди, подожди, подожди. Сначала давай добьем, потом выпьем. Все, что тебе нужно повторить, это... Вакинг. У-у-у-у-у-у-у! А теперь смотрите. У-у-у-у-у-у! Что нам сделать, а вакинг ты? Ну так, да-да-да. А, подне, главное, концепцию. Что, тут мухи летают, я отбиваюсь. Та-та-та-та-та-та. Теперь у них эффектный. У-у-у-у-у-у. Эффектный. И вниз. И вниз. И просто вниз. Подожди, блядь. Что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-то. У-у-у-у-у-у-у-у-у. Спасибо огромное. Кстати, знаешь, максимальный респект от танцоров, это когда закидывают кроссовками. Чтобы вы знали, я сейчас отойду буквально на пять секунд. Вы закиньте кроссовками человека. Это ваше личное дело. Самый большой респект танцовщиков. Хуярте, блядь. Ты еще живой? Ну, мы можем выпить, конечно, с удовольствием. Может водички сначала? Давай водички. Да, конечно, водички. Вот твоя, вот твоя, вон она. Да не-не, вот у тебя же стоит справа, что-то. Что-то там кахотек. А, давай шоками убьемся нахер. Так, сразу Даня, Вася, Юрец, Федос. Я не знаю, ты просто называешь имена огромна. Катюха, нифига. Это, это все, не-не-не-не. Давайте. Это все для вас. Я нормальный. Это все за вас. Итак, два последних классических вопроса. Три твоих самых любимых блогера. Слушай, Лапенко. Антон Лапенко. Ты не первый, не последний, кто меня его называет. Блин, он, ну, Лапенко. Я понимаю вас. Все придурки мира, объединяйтесь. Ну, это очень качественно. Это, блин, круто и похуй, если это кто-то не понимает. Но я так, если смотреть именно по блогерам, ну, я смотрел какие-то программы Дудя. Короче, Лапенко, Дудь. Слушай, были ржачные жесткие темы у сатира. Ну, я вот, я смотрел. Лапенко, Дудь и сатир. Я смотрел chicken curry, когда там была рубрика на самый тупой анекдот. Помнишь, вот это вот? Меня лично прям разъебывало очень. Это было реально смешно. Музыкалити недавно вышло, да? Что-то типа того. Да, с Галкиным. Я посмотрел пару выпусков, и я тебе могу сказать, что это вот тот случай, когда я смотрю выпуск из-за Галкина. Потому что он открылся в этом именно шоу просто как нормальный, супер адекватный. Ты будешь смотреть дальше? Чувак, да, я хочу посмотреть дальше, потому что неважно, кто вообще к нему приходит. Он так всех обстебывает, он так тонко все это ловит, что на самом деле Макс тебе просто за это респектишь. Хорошо, три нелюбимых блогера. Меня бесит, когда все, типа, знаешь, на каком-то жеманничестве. Жеманничество – это когда люди выдают абсолютно неестественные эмоции на потребу зрителя, думая, что это почему-то смешно. Люди, которые заходят в YouTube, будучи взрослыми, с коммерческим взглядом на вопрос. И они заходят и делают это не потому, что они так чувствуют, и они дети, и они так себя проявляют. А потому что они взрослые люди, которых прохавали, что почему-то это нравится мелким. Мне это напоминает разные челленджи, например, людей, которые типа 20-30 лет. И они там со своей супругой сидят и говорят, а мы сегодня проведем челлендж мороженое день. Мы целый день будем есть мороженое. Аминь. Вот это вот имеешь в виду? Просто пиздец вообще. Ой, господи, я видел один ролик, муж с женой, провели целый день в одной кофте с одним рукавом. И они весь выпуск делали, типа, ой, я тебя ударил. Нет, вот это ты имеешь в виду? Сейчас бутер сделаем. Ай, ты мне руку придавил. Давай, да, я сяду нормально. Ай, рука. А, актерская хуйня вот эта вот все. Ну что, пить будем? Бля. Ну что, с вами пить будем Влад Соколовский. Петя Плосков, пить будем. Это было Петя любит выпить. Спасибо вам огромное. А пить-то вы мне? Давай, давай, давай. Давай с локтя. С локтя. Мне жалко сейчас, мне просто. Резюмируем. Петя действительно любит выпить. Ладно, пойдем уже. Пойдем, мы сейчас клуб идем куда-то, да? Да-да, надо было отыграть интереснее хотя бы. Всем пока. Никуда мы не идем, домой я иду. Петя любит выпить.